В лагеря с проверкой. Во многих оздоровительных лагерях области уже стартовали первые летние смены. Перед тем, как на отдых привезут детей, лагеря обязательно принимают члены специальной комиссии. В том числе представители Роспотребнадзора и МЧС. Обращают внимание на безопасность соблюдения санитарных норм. Лагерь «Лесной городок» был построен в 1956 году. Находится в Камешковском районе, однако относится к городу Радужному. Всего в этом году на проведение оздоровительной кампании из местного и областного бюджетов лагерю выделили 4 миллиона 860 тысяч рублей. Перед сезоном в лагере провели ремонт, в том числе медкабинетов и одного из корпусов. В этом году отремонтировали трехэтажный корпус. Там был произведен ремонт потолков в детских корпусах. Был проведен ремонт осветительной системы всей. Установлена новая сантехника, установлены новые водонагреватели в туалетах и сушилки для рук. На территории лагеря остается еще несколько законсервированных старых корпусов. Однако руководство лагеря позаботилось, чтобы в них не могли попасть отдыхающие. Все окна у нас закрыты, закручены, двери на замках. А что с купанием? Купание у нас запрещено, потому что бассейн старый, он не соответствует сейчас новым санитарным нормам. Мы его используем только как противопожарный водоем. Члены комиссии заходят в столовую, медпункт, осматривают оздоровительные корпуса. Особое внимание спасателей к противопожарной безопасности. Проверяется работоспособность систем противопожарной защиты зданий и сооружений, наличие и исправность первичных средств пожаротушения. Ну и, соответственно, потом подведем итоги комиссионные и подпишем документы о приемке лагеря. Если недостатков, не будет выявлено. В этом году в лагере планируется три смены. Каждый заезд по 125 ребят. Организаторы рассказали, что каждый год придумывают для детей новые программы. Кроме того, для отдыхающих в разные смены сотрудники МЧС обещают еженедельно проводить занятия и тренировочные эвакуации. Детей научат оказывать первую помощь, расскажут, как избежать пожара. К слову, в начале летних каникул региональный Роспотребнадзор открыл горячую линию для консультации граждан. Задавать вопросы по качеству и безопасности детского отдыха можно до 19 июня по телефонам, указанным на экране. В прошлом году жалоб на детские оздоровительные лагеря в Роспотребнадзор не поступало. А вот вопросы по горячей линии родители задают часто. К примеру, можно ли собирать на территории лагеря ягоды и грибы или давать детям с собой лекарства? У нас были вопросы по медицинским препаратам. На данный момент, если ребенок болеет хроническими заболеваниями, врач прописал ему уже ежедневный прием медицинских препаратов, конечно, детям мы лекарства не даем. Здесь заранее родителям нужно объявить это медицинскому работнику лагеря, который возьмет под свой контроль и будет ежедневно выдавать ребенку эти медикаменты. Чтобы разрешить разные ситуации, связанные с отдыхом детей, специалисты советуют в первую очередь обращаться к администрации лагеря. Если же вас игнорируют, а проблему не решают, тогда жаловаться в Роспотребнадзор. К слову, в этом году на территории области детей примут 392 лагеря, включая школьные. Маргарита Махрова, 6 канал.